И всем привет, ребят, с Вестер Байк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору устройств из командных контрактов. Начислили мне, ребяточки, устройства на корпуса, которые я, если честно, очень сильно хотел. И сегодня мы начинаем их обзор. Как минимум два устройства я хотел бы затестировать на основной канал. Возможно, у вас есть какой-то еще дополнительный интерес, поэтому пишите в комментариях. Ну а если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч. Такой, но для этого у нас только игр в аккаунте и уставать его личный так. Тег, темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо наших замечательных устройств, то сегодня мы, конечно же, протестируем меню Рана Викинга. Это то устройство, которое я, если честно, до сих пор хочу очень сильно получить на свой основной аккаунт. Поэтому именно его мы сегодня вместе с вами протестируем. Протестируем с той комбинацией, на которой я играю в последнее время на основном аккаунте крайне-крайне много. Это Викинга с Макат Гиперионом. Но сегодня у нас уже будет не Гиперион, конечно же, а Диверсант, потому что мы берем менюра, чтобы у нас была возможность поставки огромнейшего количества мин на карте. Ну и отправляемся в матчмейкинговый бой, где будем этого менюрчика тестировать и смотреть, что же у нас из этого всего дела получится. Запикиваюсь на ЦТФочку. Идеально просто запикиваюсь в ЦТФ. А это значит, что на ЦТФочке мы сейчас начнем плотненько минировать свою базу, играть максимально от Дивчика. Ну и потом еще будем добавлять уже плотненького контента и под атакующие действия на карте. Но пока можно поиграть пассивно. В принципе, Викинга с Мака в ТДМ-ке показывает себя просто превосходно. Ну а с дополнительными минами я думаю, что эта ситуация должна быть еще жестче, еще комфортнее, еще приятней. Учитывая тот факт, что у меня есть все просто на этой комбинации для того, чтобы и урончика много наносить, и миночки дополнительные ставить, и контролировать противника. Я считаю, что это просто максимально приятно. Ну и будем стараться пока что играть аккуратненько от Дивчика. Конечно, немножечко мне неприятно, что у меня здесь есть... Опа, миночки начинают работать. Отлично. То, что у меня здесь есть кулдаун расходки, да, то есть если бы здесь еще бы КД расходки бы не было, было бы вообще великолепно. Так, ну и флаг у нас все-таки уходит. Уходит у нас все-таки первый флажочек с нашей базы. На разменчик мы улетели. Ну и это значит, что мне надо плотнее минировать свою базу. Надо намного плотнее заминивать, чтобы больше такие флаги у нас не уходили. Потому что первый флаг ушел из-за того, что мин оказалось не супер достаточно. Противник доставляет первый флаг, но как будто бы это должен быть последний флаг в их доставке в копилке, да. То есть единственная проблема здесь, то что я не могу заминить прям полностью флагшток, да. То есть у меня нет возможности минить полностью флагшток из-за того, что там минки не будут учитываться, да. То есть там будет ставиться ромашка, но она будет, короче, ставиться кривая. А кривая ромашка, ну это немножко не то, что я хотел бы видеть. Поэтому пока что мы ставим такие сейчас вокруг флага. Больше тушеночки вокруг флага. Ну вот видите, да, то есть я вот поставил сейчас, должно было быть, сколько у нас там, 9 мин? А поставилось из 9 только 4 из-за того, что флагшток зона, и она уже не минится. Так, зато наш тиммейт увозит флаг, шикарно, под доставочку. Играет боец, великолепно. Так, мы добавляем вот сюда. А, у меня подавление на корпусе. Из-за подавления поставилась только одна мина. Так, но минки работают. Минки работают. Можно еще на стелсик здесь бахнуть эти мины, чтобы у меня еще и в тылу стояли. Но вообще, в принципе, рабочих мин много. И то, что меня даже респят в моменте, это ничего страшного. Сейчас мы все заминируем. Я думаю, парочку минут мне надо будет еще потратить на эти жесткие мино-дела. И тогда уже противник особо не сможет ничего сделать у нас в атаке. И эти мины начнут работать просто превосходно. Сюда на мостик еще поставим. У меня уже первый овердрайв появляется. Если что, сейчас мы можем еще и прожаться. Если противник вдруг здесь выживет. Да, пытается, пытается боец. Вот, там вот широкую, короче, надо еще заминировать. Это вот этот чел по одной и той же траектории увозит у меня флаги. Из-за того, что у меня там на широкой не стоят минки. Не стоят у меня минки. Так, ладно, я на всякий случай прожимаюсь. Уже со своего респа. Добавляю контента. Добавляю здесь по ребятам контента. Добавляю здесь минки. Ну и теперь могу уже потихоньку возвращаться к своей базе. Возврат наши тиммейты оформили. Но доставки нету. Да, вот там вот широкую надо, короче, еще заменить. Зонку. Широкую зоночку заменим. И тогда будет вообще все превосходно. Так, попытка отвоза. Наш тиммейт как будто бы может подворвать. Как будто бы могут подворвать тиммейты. Отлично. Врывают. Так, ну и вот давайте здесь заменим. Мы тогда, раз противники у нас такие хитрые и здесь все объезжают, то давайте мы немножечко эту зоночку еще подменим. Меня, в принципе, вообще не смущает то, что я могу уходить на респ. Да, респы не работают от слова совсем, зато работают идеально мои мины поставленные. Да, заменим сейчас еще вот эту зону. Заменим все. Чтобы было у нас тут максимально много грамотных, четких поставленных мин. И чтобы наша уже игра стала значительно проще в рамках этого боя. Так, арес. Арес у тебя твинс в спине, братанчик. Страховочку, страховочку. Фух, отлично, что у меня были поставлены мины еще на стелсе. И еще добавочные мины от тиммейта. Долепливаем еще добавку сюда сверху. И там на стелс надо еще поставить, будут сейчас миночки. Мне пока что все нравится. Идеально пока что раскладывается наша комба. Минки работают и на мосту. Значит, мы можем еще и на мост дополнительно добавить вот здесь котлетку такую. Аккуратненькую котлетку. Можем даже добавить ее чуть-чуть пониже. Чтобы она сработала. Так, под стелс у меня мины стоят. Стоят. Можно добавить еще под стелс. 4-0. Начинаем очень быстро закатывать противника. Я бы, если честно, не хотел, чтобы так быстро катка заканчивалась. Потому что я только-только, грубо говоря, расставился. Я грубо только-только начал минировать так базу, как я должен был расставлять эти мины с самого начала. Но в самом начале всегда нужно чуть-чуть времени. Пока противник начинает агрессировать, у тебя пока еще нету мин, ты теряешь вот это драгоценное время. А потом уже у тебя все становится просто великолепно. Единственное, что тебя может контрить в такой ситуации, это только лишь овердрайв мамонта. Больше, по сути, тебя ничего контрить не может. Настал все, у меня мины стоят. Здесь стоят мины. Кто-то еще из наших тиммейтов эти миночки добавляет здесь на карте. Поэтому вся ситуация выглядит просто превосходно. Добавляем здесь овердрайв по противнику, чтобы он не забрал Оуди. Пытаемся здесь набрить еще противников. Они даже с резистами, ребяточки, здесь катают. Даже с резами, ребяточки, катают. Опа, немножко мин сгорело. Это значит, что я уже наставил так много? Или что? Не понял прикола, почему у меня сейчас мины сгорели. По сути-то я же не поставил супер большое количество мин. Сделали у нас ограничение с диверсантом, что ли, на мины, по ходу дела. По ходу даже с диверсантом теперь есть ограничение на поставку мин. Да, потому что у меня мины вот здесь сгорели. Вот здесь с широкой зонки сгорели еще минки. Вроде как. Или я здесь на широкую не ставил. Очень интересно играть, насрать мин и сидеть на них. Конечно. Конечно, в этом и есть вся прелесть этого дрона. И это лютейший имбаланс, который есть в нашей игре. И катка у нас заканчивается досрочно. За где-то 7-8 минут по итогу этого боя я сумел поставить, ну, довольно большое количество мин. Только я не понял, почему у меня там в моменте чуть-чуть сгорело. 23 кила на 3. При том, что я даже не полностью раскрыл потенциал. И теперь я на 100% уверен в том, что именно это устройство я буду брать на свой основной аккаунт. И я считаю, что на сегодняшний момент времени минер плюс диверсант это дичайший имбаланс, который есть в нашей игре. И пока этот дисбаланс есть, я хочу очень быстро получить это устройство на свой аккаунт. Ну и кайфануть по максимуму, да. То есть викинга с мака лучшая идеальная комбинация под минерчика, под дефчик, под поставки вкусных мин. Да можно даже атаковать с этим вооружением и быть максимально, максимально полезным. Поэтому мой вам совет, если вы имеете дополнительные очки, играете например на викинге, там на хантере, минерчика под диверсанта, взять с этого ивента явно стоит. Да, потому что, ну я считаю, что это супер дичайшая тема, которая ломает, просто ломает матчмейкинг. Просто ломает. Ну, очевидно, что ее занерфят, вопрос лишь только времени. Я готов пожертвовать и потратить дополнительные очки, чтобы этот имбаланс обкатать и выжать с него плотные сливочки. Пишите, что вы думаете по поводу минера, обязательно поддержите данный видос лайком. Поддерживайте максимально активностью. Пишите, какое устройство вы хотели бы увидеть еще в ближайшее время, так как у нас есть еще возможности протестировать и другие устройства. Может подрывник, может спасательный, какой-нибудь корпус, может еще что-то. Да, поэтому напишите в комментариях. Ну и также проявляйте максимальную активность на данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны и участвуйте в розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!